Ваша истинная природа – ничто. 8 августа 1991 года. Добрый вечер. Приятно быть с вами снова. Я приветствую вас от всего сердца. Чего вы на самом деле хотите от жизни? Некоторые хотят совершенного здоровья. Некоторые желают богатства. Некоторые хотят счастья, новой жизни. Некоторые хотят самореализации. Все чего-то хотят. Это очень большая ошибка. Чего вы действительно хотите от жизни – это ничто. Ничто – это ваша настоящая природа. Вы есть ничто. Вы не нечто. Если вы хотите чего-то от жизни, это что-то будет изменяться. Все в материальном мире должно меняться. Поэтому все, чего вы желаете в жизни – приходящее. Оно не вечно. У него есть начало и конец. Ничто, о котором я говорю – это вечность, всеприсутствие. Когда вы ни с чем не отождествляетесь, все разворачивается так, как должно, и вы становитесь очень счастливыми. Когда вы смотрите в будущее, пытаясь чем-то стать или чего-то достичь, или что-то улучшить, вы все время беспокоитесь. У вас есть страхи. И даже если вы этого достигаете, это не то, что вы думали. Когда вы отождествляетесь с ничегошностью, вашей настоящей природой – это Брахман, абсолютная реальность. Еще одно название чистого осознавания – ничто. Абсолютная реальность – есть ничто. Чистая разумность – есть ничто. Ваша настоящая природа – это не что-то. Это не что-то такое, что вы можете описать. Это чистая ничевошность. Тело, которое вы считаете, что имеете, позаботится о себе. Ваше желание чего-то удерживает вас от того, чтобы быть истинным «я». Нет разницы, что такое это что-то. Пока вы чего-то желаете, это удерживает вас от вашей настоящей реальности и причиняет страдания. Когда вы опустошаете себя, тогда становится больше места для ничто. Но пока у вас есть предвзятые идеи, концепции, желания, амбиции, надежды, вы наполнены до краев. Нет места для ничто. Поэтому кажется, что ничто ускользает от вас, и вы всегда чего-то хотите. Тело, которым вы себе считаете, всегда позаботится о себе. Вам не нужно думать о своем теле, или о ваших делах, или о чем-либо. И вы будете проживать самое чудесное, умиротворенное существование. Это из-за того, что природой Майи является чистое счастье. Майя, мир, каким кажется, происходит из чистого счастья. Когда вы думаете о вещах, чистого счастья не может быть, потому что вы отождествляетесь с умом, с телом. Вы не пустые. Поэтому вы мерзкие. Вами управляют ваши органы чувств. Когда вы отпускаете свои органы чувств, свои желания, свои стремления, Майя больше вами не управляет. Это совсем другая игра, в которой преобладает счастье, чистое осознавание, которое лежит в основе всего. И хотя кажется, что у вас есть тело, с ним все происходит так, как должно. Все ваши дела образуются без единого желания. Ваше тело кормично. То, что кажется вашим телом, предопределено. Все уже было предопределено, когда тело впервые появилось. Будете вы мужчиной или женщиной, какой нос у вас будет, ваш цвет, где вы рождаетесь. Обо всем позаботились. Вы не имели к этому никакого отношения. Поэтому разве это не разумно предположить, что та же сила, которая смогла привести вас в этот мир в качестве видимости, может позаботиться об этой видимости, обеспечивать ее и поддерживать, и делать с ней то, что должно. Проблема начинается тогда, когда вы реагируете. Вас воспитывают в этом мире и учат разницы между плохим и хорошим. Вас учат в раннем возрасте, что это плохо, а это хорошо. Однако это ошибочное мнение, поскольку ничего не является ни хорошим, ни плохим. А его таковым делает мышление. Ум думает. Он говорит нечто вроде этого. Болеть плохо. Быть здоровым – хорошо. Бедным быть плохо. Богатым быть хорошо. Если бы это было правдой, почему большинство мудрецов как бы болели и никогда ничем не владели? Однако все помнят их имена и знают, кто они такие. Но если вы возьмете такого человека, как Дональд Трамп, Арнольд Шварценеггер, эти люди становятся знаменитыми на какое-то время. Будет ли кто-нибудь их помнить через сто лет? А такие имена, как Рамана Махарши, Рамакришна, Шанкара, Иисус, Магомед, Моисей и так далее, эти имена будут помнить еще тысячу лет. Их слава будет расти все больше и больше. Теперь к чему я пытаюсь привести? Я пытаюсь привести к тому факту, что вам совершенно не о чем беспокоиться, нечего бояться, нечего расстраиваться. Единственная работа, которая у вас действительно есть, это перестать думать. Перестать думать о чем-либо. Я знаю, что вас научили верить, что если вы перестанете думать, то ваши дела пойдут на смарку. С вами произойдут разные ужасные вещи. И это неправда. Ваше тело будет делать то, для чего сюда пришло, нравится вам это или нет. Вы не имеете к этому никакого отношения. Зачем ссориться? Зачем спорить? Скажем, прямо сейчас кто-то причиняет вам что-то, что вам не нравится. Мстить – значит реагировать. Это заставляет вас накапливать новую карму, которую рано или поздно придется отрабатывать. Поэтому вы снова и снова возвращаетесь на Землю. И вы будете проживать самые разные опыты, пока не научитесь не реагировать. Пока вы не осознаете, что все просто нормально, именно такое, какое оно есть. Когда вы сможете научиться тому, что все нормально, именно такое, какое оно есть, вы готовы к следующему шагу, который заключается в вопросе «Что есть? Кто есть?» Вы осознаете «Я есть». Когда вы говорите «Я есть», то не имеете в виду свое тело. Вы имеете в виду сознание. Сознание «Я есть» – это синонимы. Пока вы реагируете на людей, места и вещи, у вас сильное телесное сознание. Каждый раз, когда вы говорите «Я есть», то имеете в виду свое тело. Но когда вы практикуете бхакту, преданность, непривязанность, сострадание, неожиданно вы осознаете, что «Я есть» – это всеприсутствие. И когда вы говорите «Я есть», то имеете в виду всю Вселенную. Вы есть Вселенная, галактики, планеты, деревья – все. И то, что вы причиняете всему или чему-то, вы причиняете это себе. Поэтому вы дважды подумаете перед тем, как разозлиться, перед тем, как вы решите свести счеты, перед тем, как среагируете. Только практикуя это, вы сможете расти. Посмотрите, как вы каждый день приходите в возбуждение по поводу мира. Вы все время пытаетесь избавиться от плохого и заменить его на хорошее. И это большая ошибка. Вы должны помнить, что настоящее состояние – не хорошее и не плохое. Вы должны научиться забывать о своем теле. Вашему телу нечего вам предложить. Вы не обвиняете его и не проклинаете его. Вы не любите его и не поклоняетесь ему. Вы оставляете его в покое. Когда вы оставляете его в покое, оно будет делать все, что оно должно делать. И это должно делаться даже до того, как вы начнете изучать Адвайд Вавиданту. Поэтому я так часто об этом говорю. Я знаю так много людей, думающих о просветлении. Однако у них есть плохое отношение, плохой характер, корыстность. Их заботят только их собственные тела и то, что хорошо для них. Но они ходят по всему и говорят, «Я есть сознание, я есть чистое осознавание, я есть конечная реальность». Они все время говорят о своем теле. Они не научились выходить за пределы тела. И они наделяют личное «я» всеми этими великими свойствами. Личное «я» тело никогда не сможет быть просветленным. Это невозможно. Тело не предназначено для того, чтобы быть просветленным. тело не имеет совершенно никакого отношения к освобождению. Однако ваша настоящая природа это просветление, освобождение, ничто. Есть ли двое вас, один тело и другой освобожденный? Существует ли два «я» есть? Конечно, нет. Есть только одно истинное «я», и вы есть то. Это означает, что истина в том, что тела нет, ума нет, воспринимающего нет, и нечего воспринимать. Все это галлюцинация. У вас были когда-нибудь галлюцинации? Да, поскольку вы верите, что все, что вы видите, реальное. Это мое личное переживание, что ничего из того, что создает ум, не является реальным, и ум является источником всего существования. Что происходит с вашим существованием как тело, когда вы находитесь в глубоком сне? Его нет. Оно ушло. Куда оно ушло? Оно никогда никуда не уходило. Начнем с того, что его никогда не было. Единственное время, когда вы можете это доказать, это когда вы находитесь в глубоком сне. Другим кажется, что мир существует. Но что касается вас, ничего нет, поскольку вы находитесь в глубоком сне. Единственная разница между вами в глубоком сне и самореализацией, когда вы пробуждены, в том, что когда вы в глубоком сне, вы реализованы, но это субъективно. Когда вы пробуждены, и вы реализованы, это объективно. Но состояние то же самое. Объекты видятся самореализованному человеку, но самореализованный человек видит сквозь них, как воду в мираже, как змею в веревке, как голубизну неба. Как только вы однажды испытали, что вода в мираже нереальная, это больше никогда вас не обманет. Как только вы однажды испытали, что змея кажется змеей, но это веревка, это никогда вас больше не обманет. Как только вы испытали, что нет неба и нет голубого, это никогда вас больше не обманет. То же самое, как только вы испытали, что вы есть истинное «я», мир больше никогда вас не обманет. Люди, вещи, места – все становится шуткой. У них нет существования. Когда к вам приходят эти чувства, вы едва ощущаете себя телом. Вы видите ваше тело в мире, подобно миражу. Кажется, что оно существует, но это не так. Поэтому вас покидают все страхи. Все желания превосходятся. Если кармически кажется, что ваше тело умирает от такого заболевания, как рак, и оно распадается на части, для вас все это шутка. Это вызывает смех, поскольку вы понимаете, что вы не имеете никакого отношения к телу. Нет состояния, которое обладает силой напугать вас, поскольку вы вышли за пределы всех состояний. Теперь, почему вы хотите стать такими? Вы счастливы так, как вы есть? Для гедонистического индивидуума, которого интересует только хорошее времяпрепровождение, время истекает быстро. Но неважно, чем они владеют или не владеют, что они делают или не делают, их тоже посетит Госпожа Смерть. Вот к чему они идут. Просветленное существо знает, что нет такой вещи, как смерть, потому что нет такой вещи, как жизнь, и нет такой вещи, как рождение. Поэтому просветленное существо всегда свободно. Оно никем и ничем не связано. И оно пронизывает все. Просветленное существо знает только счастье. Помните, вначале я сказал, что счастье – это основание всего существования. Не то счастье, которое вы переживали, не человеческое счастье, когда вы приобретаете что-то, а счастье, которое лежит за пределами слов. Счастье, которое за пределами описания. Радость, которую невозможно объяснить. Блаженство, которое никогда не сможет познать человеческое существо. Счастье. Итак, у вас есть выбор. В каком направлении пойти? Это начинается с вас. Это начинается и заканчивается с вас. Вы должны честно взглянуть на свою жизнь, честно посмотреть на свои мысли, желания, честно посмотреть на то, как вы жили. И начать работать над собой, чтобы это превзойти. Путь трансцендировать это – достичь тихого ума. Перестаньте думать. Никаких мыслей. Нет целей. Нет мыслей. Не говорите себе «я хочу достичь самореализации», поскольку это удерживает вас от самореализации. Вы будете думать, что есть что-то, что вы должны сделать, чтобы достичь самореализации. В то время как все, что вы должны сделать на самом деле – это пробудиться. Взгляните на себя. Посмотрите, как ваши мысли управляли вами, как они связывали вас, как ваши мысли заставляли вас бояться, подозревать, сомневаться, опасаться, беспокоиться. И начните делать работу. Пока мысли продолжают приходить, вы должны задавать вопрос, кому они приходят. Вот как это все начинается. Забудьте о мире. Забудьте обо всем. Я знаю, что некоторые из вас уже говорят, «Если я обо всем забуду, как оно будет происходить?» Как я вам объяснял раньше, до того, как вы родились, все было спланировано. И ваше тело будет проходить через опыты, через которые оно должно пройти. Однако это не имеет совершенно никакого отношения к вам. Поэтому забудьте об этом. Имейте дело с теми вещами, которые находятся под рукой. «Сначала признайтесь, что вас полностью контролируют ваши мысли, и вам трудно от них уйти. Потом вы начинаете работать, исследуя, кому они приходят. Какие бы мысли к вам ни приходили, вы задаете тот же вопрос. Нет разницы, какие это мысли, хорошие или плохие». Некоторые из вас все еще верят, что вопрос, кому это приходит, задается только для плохих мыслей, или когда что-то идет не по-вашему. Наоборот, все мысли ошибочны. Неважно, какие счастливые мысли к вам приходят, неважно, какие ужасные мысли к вам приходят, вы должны спрашивать, кому они приходят. Они приходят ко мне. Я их чувствую. Поскольку я могу думать о «я», я должен быть чем-то отдельным от «я», и все мои мысли привязываются к «я». Поэтому вы отслеживаете «я» нить до источника, осознавая все время, что вы не «я». Вы становитесь свидетелем «я». Одно это заставит вас почувствовать себя чудесно, поскольку вы начинаете осознавать, что ваша настоящая природа – это свобода. Это у «я» есть проблемы. Это у «я» есть опасения, подозрения, злость, страхи, разочарования, потребности, желания, стремления. Все это привязывается к «я». Даже стать самореализованным желает именно «я». Смотрите на «я». Пребывайте в «я». Просто за счет пребывания в «я» мысли начнут становиться слабее. Когда приходит больше мыслей, вы снова исследуете, к кому они приходят, и вы осознаете, что они принадлежат личному «я». В этот момент, когда вы свидетельствуете «я», не исследуйте «кто я», а проводите время, свидетельствуя «я». Когда дальнейшие мысли приживают вас, снова исследуйте, к кому они приходят. И снова «они» приходят ко мне, к «я». Чувствуйте и осознавайте, что ваша настоящая природа в безопасности и сохранности. Это у «я» есть проблема. Когда через какое-то время вы приходите к этому осознанию, то вы можете исследовать, кто этот «я», кто «я». Помните, что когда вы говорите «кто я», то имеете в виду не свою настоящую природу, которая не испытывает проблем. Вы имеете в виду ваше личное «я», которое отделено и обособлено от вас. Откуда появилось это «я»? Кто дал ему рождение? Если вы правильно это делаете, все придет само по себе. Вы начнете чувствовать и осознавать ваше истинное «я». Когда я спал, меня не беспокоило «я». Когда мне снились сны, меня не беспокоило «я». А теперь я проснулся, я родилось. Кто его породил? Такой вид исследования сделает так, что с вами случится нечто прекрасное. Вы начнете чувствовать, что никто не порождал «я». В первую очередь, оно никогда не существовало. Я знаю, что некоторые из вас все еще верят, что сознание или истинное «я» породило «я». Как такое может быть? Сознание истинное «я» пронизывает все. Оно занимает все пространство. Нет места для чего-то еще. Другими словами, не может быть сознание и вас, или сознание и «я», или сознание и мир. Потому что просто нет места. Никогда не было места для вас и «я». это будет для вас новым откровением. Вы пробудитесь, просто осознав эту великую истину. Когда я говорю, что вы ищете источник «я», то имею в виду, что источник «я» – это ничто. Оно появляется из ничто. Но вы будете задавать вопрос, тогда почему оно вообще появилось? И ответ такой. Оно не появлялось. «Я» существует, пока существует ваше тело, пока существует ваш ум, пока существует мир, пока существует вселенная, пока существует Бог. Все это «я». И если ничего этого нет, «я» тоже не существует. Нужно помнить такой важный момент. Когда вы играете с «я», не отождествляете «я» с телом или вашим истинным «я». Держите «я» отдельно. Осознавайте, что ваше тело привязано к «я», что Вселенная привязана к «я». Но «я» не существует. Его ничего не порождало. Поэтому в начале сегодняшней лекции я сказал, что ваша настоящая природа – это ничто. Вы есть простое ничто. Вы есть ничто-то. Ничто-то. Ничто есть сознание, абсолютная реальность, чистое осознавание. Это парабрахман. Это за пределами Брахмана. И вы есть то. Это начинается и заканчивается на вас. Что вы делаете со всем своим временем в течение дня? Нет такого, что вы слишком заняты, чтобы практиковать самоисследование. Это должно идти в вашей жизни первым, потому что это ваша жизнь. Все остальное вторично. Если поначалу это кажется слишком трудным, сдайте все Богу. Позвольте Богу позаботиться обо всем за вас. Скажите что-то вроде этого. Бог, самоисследование слишком тяжелое для меня в данный момент. Похоже, я ни к чему с ним не прихожу. Но я отдаю тебе мои эмоции, мое тело, мою злость, мои страхи, мои огорчения. Я отдаю Вселенную, мир. Все, что я верю, я отдаю тебе. Возьми это. Делай со мной, что хочешь. Для тебя я только марионетка. Играй со мной, как пожелаешь. И оставьте это так. Когда вы будете каждый день сдаваться, дважды в день, трижды в день, за счет одного этого вас покинет страх. Ваши огорчения покинут вас. Ваш ум не будет концентрироваться на вашем теле. Он будет становиться слабее, за счет сдачи. Выбор за вами. Делайте то, что должны. Но помните, если вы будете продолжать играть в игру жизни, это может привести вас только к еще большему количеству рождений, смертей, огорчений и неведения. Осознайте истину о себе и станьте свободным. Я могу задать вопрос? Да. Кто отдает? Я на самом деле не понимаю. Когда вы отдаете, то верите, что вы тело, ум. Поэтому, когда вы говорите о сдаче, отдает ум и тело. Это то же самое, что и я, от которого мы пытаемся избавиться. Вы не практикуете самоисследование. Я это понимаю. Я просто немного запуталась в том, какой аспект личности, или как это еще можно называть, сдается, совершает сдачу. Тело совершает сдачу. То есть вы отдаете ваши страхи, ваше огорчение, ваш ум, ваше представление. Наши реакции? Все. Все уходит. Это сдача. Конечно, если вы выше на пути, то практикуйте самоисследование. Но если вы не можете практиковать самоисследование, сдача тоже приведет вас туда. Роберт Рамана также говорит, сдайтесь один раз и покончите с этим. Конечно, если вы сможете это сделать. Сдайтесь один раз, и все это окончено. Но снова, это для зрелого преданного. Когда преданные отдают все, то в процессе сдачи идут все глубже и глубже. Вы говорите, «Забери мое тело, забери мой ум, забери мои мысли, забери мои страхи, забери мир, забери Вселенную, пока ничего не останется. И тогда вы свободны». Вот что имел в виду Бхагаван, когда сказал, «Сдайтесь и покончите с этим». Отдайте все это, избавьтесь от всего за один раз. Может быть, вам придется отдавать в течение года, потому что у вас есть много чего, что нужно отбросить. Но продолжайте это делать. Кому мы отдаем? Нашему истинному «Я», Богу. Когда вы сдаетесь, то отдаете все, что считаете реальным. Пока вы верите, что тело и все является реальным, Бог тоже является реальным. Поэтому вы сдаете все это Богу. И в процессе этого вы придете к осознанию, что вы есть то. Сэр, у меня есть вопрос. В индийских писаниях говорится, что истинный «Я» неизвестно тем, кто изучает Писание. Хорошо. Какой вопрос? Вопрос в том, что Христос сказал, «Не ты выбрал меня, а я выбрал тебя». Если дело в этом, вы бы могли это прокомментировать. Это означает, что вы и я есть одно. Это очень высокое состояние. Вы не выбирали меня, а я выбрал вас, потому что я есть вы. Как может быть по-другому? И мы есть одно с Христом? Извините. Мы есть одно с Христом? Мы есть одно с Христом. Мы есть одно с Вечностью. Мы есть одно с сознанием. Сэр, мы есть одно с Христом, верно? Мы всегда были одним с Христом. Когда Христос говорит, «Не вы выбирали меня, я выбрал вас», «В конечном итоге это истина, потому что есть только Христос. Есть только истина и я, сознание, реальность. Все есть истина и я. Все есть Христос. Поэтому Христос ничего не может поделать, только выбрать вас, поскольку вы есть единственный. «Я и Отец мой одно. Если ты узрел меня, ты узрел Отца. Поэтому поистине я выбрал вас. Есть только одно, и я есть то». Вы понимаете это? «Да, сэр, очень хорошо». «Хорошо». «Христос, как вы говорите, есть окончательная реальность. Христос – это Вселенная. Поэтому Христос выбрал все и всех. Все есть Христос». Концепция избранных является некоторой иллюзией. Это же не так, что кто-то был избран. Чтобы человеческие существа поняли то, о чем они говорят, мы должны осознавать, что большинство людей не могут постичь это. Поэтому вы говорите «Я выбрал тебя», как будто бы есть «Я и вы». Вы сливаетесь с «Я», конечным «Я», и они становятся одним. Но если бы в Писании говорилось «Я есть вы, и вы есть «Я», и есть только один», тогда масса не могли бы понять. И у вас не было бы всех этих религиозных организаций. Эти изречения для того, чтобы люди могли ходить в церковь. «Разве все войны не о том, кто считает себя избранным и кто неизбранный?» «Конечно. Есть избранные люди, есть язычники, есть самые разные люди со своими собственными представлениями. И все они убивают друг друга, пытаясь доказать, что они правы». «Такое впечатление, что мы одиноки». «Избранные?» «Да. Если бы кто-то сказал кому-нибудь другому «Я избрал тебя» или «его», как будто бы кто-то этого заслуживает. Вместе с «Я» есть чувство эго, хорошо и особенный». «Конечно, конечно. Помните, что настоящее значение «Я избрал тебя» означает, что «Я» есть един с тобой. Есть только один. И «Я» есть то. «И это интерпретация этого, но сами слова дуалистичны». «Да, это специально было сделано дуалистичным, чтобы люди не выходили из строя». «И это было сделано судебными властями». «Большими властями». «Когда вы читаете Библию, вы должны читать между строк. Вы не должны воспринимать это буквально». Роберт, когда человек сознательно свободен или осознает бытие свободным, наблюдателю будет казаться, что для этого индивидуума карма все равно работает. Однако индивидуум, который слился с конечной реальностью, воспринимает ли он карму? Есть ли у него восприятие кармы? У него нет такого восприятия. И еще раз, такие люди, как Рамана Махарши, Рамакришна и другие, могли умирать и смеяться, потому что у них не было восприятия тела. Тело чувствуется и видится другими, но не самореализованным существом. «Они вообще не воспринимают тело?» «Они просто не существует и точка. Оно не существует. Невероятно. Оно существует, как тень. Я даже не могу сказать, что как видимость, как тень. Оно кажется вам все же плотным, не так ли? Когда вы видите нас, мы не прозрачные тени? Вы не прозрачные тени. Но я осознаю, что все является изображением в сознании, как школьная доска и изображение на ней. Вы только изображение. Я вижу его, оно кажется, но я осознаю, что я школьная доска, а люди нарисованы изображением. Изображение, наложенное на школьную доску. Вы можете стереть их в любое время и нарисовать новое изображение. Однако доска совершенно никогда не меняется. Она всегда остается одной и той же. Поэтому истинное «Я» всегда есть истинное «Я». И все изменения происходят на фоне истинного «Я». Изменения в изображениях происходят не где-то там, они происходят здесь. Возможно, это действительно для того, чтобы мы поняли, что нам действительно нужно заниматься самоисследованием. Но когда я смотрю на Джорджа, то не могу поменять свою точку зрения, поменять свое мнение о нем. Я знаю, что мы видим друг друга как себя, но все равно здесь все такие, какие они есть. Вы говорите из своего настоящего состояния сознания. Да, так вы это видите в данный момент. Но вы можете также поменять изображение нас? Нет ничего, чтобы менять. Оно не существует. Все просто есть. Что бы вы в этом поменяли? Нечего менять. Это мираж. Я прекращаю задавать вопросы. Смеется. Это просто сходит на «нет» в тишину. Ну а... Смеется. Когда вы видите в пустыне мираж и идете за ним, и он превращается в песок, он не существует. Поэтому вы не пытаетесь как-то изменить мираж. Вы просто знаете правду о нем, что он нереальный. Но вы все равно его видите. Так что Джняни видят мир как мираж. Все кажется, но ничего не существует. В сегодняшней газете была одна статья про какого-то парня, который говорил, что жизнь – это просто большая голограмма, что все это просто иллюзия. Я могу это понять, но проблема, которая у меня есть с этим, в том, что оно чувствуется реальным. И мне интересно, когда мы развиваемся к высшему уровню, уходят ли чувства? Я имею в виду, становятся ли меньше чувств. Это чувство ушло. Это кажется ключевым моментом, потому что думаю, если чувство уходит, тогда я думаю, потому что именно здесь я обманываюсь. Это трудно понять. Вы говорите с точки зрения о Джняни. И в действительности вы не можете постичь, как чувствует Джняни, пока у вас не будет собственного опыта. Поэтому большинству людей, большую часть времени я говорю, не верьте ни единому моему слову, а переживите свой собственный опыт. Обнаружьте это для себя, поскольку все это очень парадоксально. Ваш ум будет рассказывать, как ты можешь чувствовать что-то, и в то же время оно не существует. Не существует логического ответа на это, потому что истинное «я» не имеет отношения к логике. Оно за пределами логики. Вы можете подойти прямо сюда, пырнуть меня ножом, и будет казаться, что тело умирает. Но со мной ничего не произойдет. Я буду такой же. Но для других будет кровь, будет смерть, будет скорбь. Для меня ничего не случилось. Как вы можете это объяснить? Нет слов, чтобы объяснить нечто в этом роде. Однажды вы сравнили то, как вы видите мир, с просмотром кино. Для меня это было лучшее сравнение. Потому я уверен, что все здесь как в кино. Или, по крайней мере, я точно полностью захватываюсь в кино. И мы испытываем эмоции, и чувствуем, что мы есть, но все равно есть мы, кто может есть попкорн, или который знает, что это не настоящая жизнь, и который знает, что в конце кино мы все равно пойдем домой. Я думаю, что мы просто приостанавливаем верование на несколько моментов. Кто приостанавливает? Ученики смеются. Вы говорите с вашей точки зрения. Да. Видите, поэтому такие вопросы, подобно тому, что появилось первым, семя или дерево, курица или яйцо. Нет человеческого ответа. Ответ выше этого. Единственный способ обнаружить, что чувствуют жняни, стать одним из них. Поэтому самое важное – работать над собой. О, Роберт, я хочу поблагодарить вас за то, что вы рассказали нам о сдаче. Потому что до вчерашнего дня я с утра до ночи работал с самоисследованием. Я действительно не был уверен, продвигаюсь ли я с этим до вчерашнего дня, когда меня просто ударило, словно тонной кирпичей. Я просто не мог с этим справиться. Все было так, словно каждая мыс, которая когда-либо у меня была, вращалась в моей голове. Я не мог перейти к самоисследованию. Я просто не мог этого сделать. И я подумал, что мне придется это бросить. Это слишком для меня. Я очень хочу поблагодарить вас еще раз за этот аспект сдачи, который проведет меня через это. Позвольте напомнить, что когда вы практикуете самоисследование, то ставите под вопрос все мысли, которые появляются из прошлых жизней, из этой жизни, с тем, чтобы вы могли от них избавиться. Все самскары, все спящие семена, ждут своего часа, чтобы прорасти. Когда человек практикует самоисследование, он будет все это. Иногда бывает такое ощущение, будто ваша голова взорвется. Иногда из-за этого вы чувствуете себя так плохо, как никогда в жизни. И это хороший знак, потому что все поднимается на поверхность. В то время, как обычный человек переживает карму понемногу, то тут, то там, потом еще немного. Потом он умирает, принимает другое тело и испытывает еще карму. Карма дается вам настолько, насколько вы можете с ней справиться. Но человек, практикующий самоисследование, вызывает это, поэтому оно поднимается. Когда такое происходит, не пугайтесь. Вы можете менять одно на другое. Вы можете менять самоисследование на сдачу. Когда ваш ум готов взорваться от мыслей, вы можете сказать, «Ладно, Бог, забери это у меня. Я отдаю это тебе. Я не могу с этим справиться. Оно твое. Возьми это». И отдайте все это Богу. Роберт, термин «у вас есть выбор» – это условность речи? Это больше о том, чтобы помнить об истинном «я», когда возникают эти вещи? И это условность речи. На самом деле у нас нет выбора. Все предопределено. Однако у вас есть выбор, когда вы решаете обратиться внутрь. Когда вы решаете практиковать самоисследование, вы сделали выбор. Чем глубже вы идете внутрь себя, тем больше трансмутация кармы и предопределенности. Другими словами, чем глубже вы идете внутрь себя, тем больше вы преодолеваете свою прошлую карму и судьбу. Итак, выбор, который у вас действительно есть, в том, чтобы быть мирским или обратиться внутрь. Все остальное предопределено. Продолжение следует...